Семья Армена и Мариам Мирабовых, приехав в Абхазию три года назад, стала добрым другом и частым гостем нашей республики. В этом году трио Армена Мирабова принимает участие в третьем международном джазовом фестивале. 11 июля в Государственной филармонии состоится инструментальный концерт авторского джаза. Специальным гостем станет преобразившаяся звезда джазовой сцены, а также проектов «Голос» и «Три аккорда» на Первом канале Мариам Мирабова. За клавишами Армен Мирабов ударный Петр Ившин, бас-гитара Антон Горбунов. Кроме того, что они прекрасные инструменталисты, они еще каждый является композитором и сочиняют свою музыку. Поэтому для меня лично играть с такими музыкантами в такой компании, просто наслаждение, потому что очень часто музыка рождается прямо в ту же секунду. Будет много импровизаций на основе авторской музыки. Будет специальный гость, это специально моя супруга, специальная Мариам Мирабова. Она специально, совершенно неожиданно, секретом выйдет в концерте. И мы специально с ней споем, конечно же, опять-таки нашу авторскую композицию, может быть, даже две композиции, где музыка моя, слова ее, из нашего проекта «Джаз на русском». Через день после трио Армена Мирабова в пятницу, 13 июля, состоится концерт оперного певца, приглашенного артиста Большого театра Владимира Магомадова и солистки Абхазской госфилармонии Кристины Эшба, которая недавно стала мамой, в связи с чем и без того глубокий голос певицы заиграл новыми красками. 13 июля в пятницу у нас замечательный концерт и исполнитель, которого мы знаем по, что называется, из ящика, из телевизора, победитель телевизионного проекта «Большая опера» на канале «Культура», певец, обладающий уникальным голосом, сочетающий в себе диапазоны мужского и женского голосов, он называется «Контр-тенор», замечательный, талантливый музыкант Владимир Магомадов. Он впервые в Сухуми на сцене Абхазской филармонии, он даст совместный концерт с нашей солисткой, с блистательной Кристиной Эшба, которая уже давала нам сольный концерт, радовала своих поклонников и меломанов в прошлом году. В концерте прозвучат арии эпохи барокко, в основном, поскольку, в общем-то, контр-тенор активно использовался и применялся именно в те времена. Много музыки написано для контр-тенора в эпоху барокко, композиторами той эпохи. И Кристина очень любит музыку того времени, и вот так совпало, что они могут составить такую замечательную программу. Тем временем в Русдраме на завершающей стадии репетиции очередной премьеры театра, комедии положений «Чисто семейное дело», которая в интерпретации режиссера Сергея Ефремова приобрела новое название «Клинический случай». Премьера состоится в следующий вторник, 17 июля. Это пьеса знаменитого комедиографа Рея Куни, который славится своими комедиами положений, пьесы с лихо закрученным сюжетом, с каскадом, таким фейерверком, нелепых ситуаций, в которые попадают герои. И это будет абсолютная комедия, суперкомедия. Задача этого спектакля сделать зрителям приятно, чтобы они отдохнули, посмеялись два часа, получили хорошее настроение. Я уверен, что спектакль повторит, если не превзойдет успех спектакля «Примадонны», люди будут ходить на него по многу раз. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии 13 июля в администрации села Звандрипш, а 14 июля в Ачандаре состоится показ итальянского фильма «Жизнь прекрасна» на абхазском языке. Вход бесплатный. 12 июля труппа Абхазского государственного молодежного театра представит абхазскую интерпретацию итальянской комедии «Человек и джентльмен». Надежда Боровикова со Срикла Гуха, Абаза ТВ.